На фотографии в газете нечётко изображены бойцы Ещё почти что дети Герои мировой войны Никто не знает их фамилии, о них ни песни, ни книги Здесь чей-то сын, и чей-то милый, и чей-то первый ученик Они прикрыли жизнь собою Жить, начинавшее едва Чтоб было небо голубое Была зелёная трава День Победы для нашего отца и для всей нашей семьи Является одним из самых главных праздников Борис Адольфович Вештерт Мой папа Участник Великой Отечественной войны От начала и до конца 1941 по 1945 годы служил на Черноморском флоте и участвовал в обороне Севастополя На подводной лодке ЩА-205 Во время военных действий лодка совершала серьёзные походы Уничтожала вражеские корабли Перевозила продовольствие и боеприпасы доставляла в город Участвовала во многих сражениях В один из походов подводная лодка попадает на минные заграждения и получает серьёзнейшие повреждения Экипаж своими силами справляется с ними и своим ходом добирается до базы Но так как лодка опоздала прийти своевременно в базу На это задание отправляют другую лодку ЩА-204 Лодка погибает Погибает весь её экипаж В 1943 году ЩА-205 была удостоена звания гвардейской Защищая Севастополь от начала и до конца войны Папа служил уже в должности старшего помощника капитаном 3-го ранга Слаженность всего экипажа, работы и деятельность, конечно, сказалась на успехах этой лодки И этого экипажа Ещё когда папа был жив, весь экипаж подводной лодки на День Победы приезжал в Севастополь Все собирались, сначала, конечно, все шли на парад Потом весь экипаж приходил с нам, вспоминали Воспоминания были интересны, серьёзны Много было разных моментов и радостных, и печальных Но это было так трогательно, потому что экипаж подводной лодки – это огромная семья Это люди, которые до конца своих дней всегда помнили друг о друга Помнили те события, через которые им пришлось пройти И День Победы, конечно, и для нас теперь является большим трогательным праздником Мой отец для меня, для моих детей, для моих внуков, конечно, является героем Аплодисменты Субтитры создавал DimaTorzok